Книга «Открытым оком», 14-й тонн. Вопрос 2862. Разбор выступлений. «Чье выступление вам больше всего понравилось за круглым столом, проводимым по теме «Религия против экстремизма» в СМИ?» Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. «Мне неприятнее всего слушать выступления, и не только здесь, а и на любых конференциях, патриархийных священников, в сергианство, в анфас и в профиль. Что-то подмазывающееся к существующему, к заказу. Это же видно было и в других выступлениях, у мусульман, сектантов. Власть сжигнула к заранее запланированному. Но вот вышел 32-летний, рослый, бритый человек, и слова его мне сразу же понравились. Потом я нашел его по телефону, и он сказал, что у него есть все 12 томов «Открытым оком» наши книги. «За науку», 3 ноября, 2005 год, страница 2. «Круглый стол. Религия против экстремизма в СМИ». В.В. Сорокин. Завкафедра истории государства и права юридического факультета АЛТГУ. Доктор юридических наук, профессор. Кавычки открываются. В законе под экстремизмом понимается в том числе возбуждение религиозной розни, унижение национального достоинства, подрыв безопасности Российской Федерации. Со строго юридических позиций под возбуждение религиозной розни подпадают все конфессии. Само слово «рознь» слишком обтекаемо, чтобы быть точным и конкретным. Различные конфессии по-разному представляют себе смысл жизни, и это уже повод для розни. Чтобы этой розни не было, должна остаться либо одна конфессия, либо их вообще быть не должно. Во всех остальных случаях рознь, различия в религиозной сфере будут сохраняться. Религии вообще в мире не существует. Есть конфессии, есть секты, раскольники. Все они не согласуются друг с другом. Консенсус между ними заведомо обречен и бесперспективен. Как невозможен диалог между Богом и дьяволом? Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? 2 Коринфянам 6.14 Мнений много, но истина одна. Стремящиеся к консенсусу, вольно или невольно, стремятся выхолостить истину, поделить ее и раздать маленькими фрагментами всем желающим. Экстремизм есть целенаправленное разрушение духовной, геополитической, экономической и иной целостности и небезопасности традиционного сообщества людей, государства и личности. Актуальные значения имеют обнаружение форм экстремизма в религиозной сфере. Завуалированный характер носит такая форма экстремизма, как экуминизм. По существу это процесс насаждения единой мировой религии при устранении большинства традиционных конфессий, прежде всего, нетерпимостью его сторонников к любым традиционным ценностям, прежде всего, к государству и церкви, национальной системе образования, конституту семьи. Итогом экуминизма должен явиться этакий человекоподобный муравейник зомбированных существ, построенных по типу Вавилонской башни. Все связанное с экуминизмом унижает национальное достоинство народов, проживающих в России и потому является формой экстремизма. Нация без собственной культуры существовать не может. Кавычки закрываются. А у вакуума 2.1 Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Луки 19.40 Но он сказал им в ответ, Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. События подперли, не впродых. Со всех сторон нас давит неприятель. Хватают, тащат нас, друзей, родных, И долбит свой епископ, словно дятел. Плен Вавилонский Бог направил нас. И нечего дерзить и огрызаться. Давно плелась в патриархии снасть. Заброшено. Нас ловят, словно зайцев. Кто знает персию, разведал, огласил. Но вспыхнет благовестие и персом. И, может, в закрома, откуда колоски, Собрать придется возрожденных сердцем. Пророк Иеремия плакал и рыдал. Почти в истерике кричал, не быв услышан. Народ ограбили и отослали вдаль. В своем дому вдруг оказался лишним. Настойчиво день изо дня стучал. Бог, Савао, грозился так сурово. Командировку выписал и выдавил печаль. Плен, только в плен. И подпись, и Егова. Пыль поднималась в Марве и Зноя. Крывала навсегда родимый дом, уют. Пот застилал глаза, шагая, спали стоя. И не присесть, иначе здесь убьют. В дыму надежда на свои войска, Уже казненные, зверье растащит трупы. Нам руки связаны и дуло у виска. Все прочное в раз оказалось хрупким. Толкают нас, влекут к соединению с патриархией, Сталинской прогнившей. Где главный идол деньги, деньги, деньги. Синод разбойничий, где набекрень и крыша. Ложь, клевета, невежество толпы. Презрение к истине и к Библии чудесное. К ним в плен влекут епископы, попы. На вербах арфы наши. Теперь нам не до песен. 3 ноября 2005 год. Игнатий Лапкин.